Всех приветствую. Видео будет немножко с рук, поэтому заранее приношу свои извинения. Знаете, что меня прикалывает на каналах многих самодельщиков и ютуберов? А то, что они, придумывая крутейшие самоделки, всякие кинетические топоры, вечные двигатели, свет бесплатный, почему-то своими изобретениями так и не пользуются. Вот странно как-то. Чуть камера в сторону отходит у этих гуру, кулибиных и прочих. Так у них дома обычные выключатели, обычные лампочки, обычные зарядки, торчащие из розеток. Почему так? Не знаете? Я вот, к примеру, если сделал зарядку, так я ей пользуюсь. Удобная штука подзаряжает аккумуляторы. Вечный фонарик, так вечный фонарик. Я тоже его использую, он у меня в кармане и помогает мне очень часто. Вот это вот, я кишки его разобрал. Просто удивляет меня штукенция. Хотел подготовить ролик, но так и не дождался, когда она погаснет. Нет, заряженный за два дня вот этот аккумулятор уже не гаснет вторые сутки. Вот освою таймлапс, обязательно сниму про это ролик. Совсем недавно я снял ролик, где разбирался с этими лампочками, пытался понять, почему их нельзя вкручивать в закрытые плафоны. Делал измерения, да, кустарные, на вот этом вот кухонном столе, да, это у меня такая лаборатория. И при этом нашел кое-что интересное, что помогло многим решить эту проблему. Да, к сожалению, я решил ее кустарным способом, но при этом лампочки у меня перестали перегорать и мерцать. Я разобрал ее до кишков, сделал, ну, свои контрольные измерения и свои же выводы. Составил таблицы, графики, там придумал собственные приборы. И при этом считаю, что, ну, помог многим, кто собирался решать точно такую же проблему и не знал, как к ней подступиться. По крайней мере, они не совершат тех ошибок, которые совершал я. А сейчас давайте пройдемся, и я покажу своим собственным пальцем, как у меня в моем доме мои самоделки работают. Сейчас это будут просто мои осветительные приборы, как я их переделал элементарно, без всяких там наворотов. Пойдемте. Это основной светильник в комнате моего сына. Я люблю вот такие плюшки. А сейчас посмотрите, рекомендуют смешивать свет, причем делать разный, белый и желтый. Сейчас я включу и посмотрю. В светильнике у меня две лампы. Одна со смещением в белую область спектра, другая немножко желтоватая. Я не знаю, насколько это будет видно на видео, но вот эта часть, вот эта часть более белая, а вот эта часть более желтая. Так рекомендуют делать доктора и нормальные электрики. Над кроватью я соорудил вот такой вот экзотический светильник. Сыну он нравится, прикроватный. Здесь у него светяшки, а внутри светодиодная матрица, запитанная через выпрямительный диод и конденсатор с резистором. Так удобно. Выключатель сделан прямо возле кровати. Вот. И если его нажать, мы включаем свет. И над кроватью светло, можно читать. Он в основном, конечно, играет. Так ему удобнее. Светодиодная матрица, чтобы не перегревалась, ограничена потоку резистором. И вполне себя хорошо ведет даже вот в такой закрытой конструкции. Это школьный стол. Конечно, он может освещаться и основным освещением в комнате. Но я обязательно сделал вот такие светильники. Это две лампы накаливания. Потому что я почему-то по своему опыту больше им доверяю. Хотя они мерцают и излучают более теплый свет, чем нужно. Белого света все-таки необходимо к лампам накаливания добавлять. Вот. Но и так как стол освещается не очень равномерно, хотя я поставил два светильника. Выключатель у меня вот здесь. Так удобно. Вот. Используем дополнительно еще вот такую лампу. Это тоже лампа накаливания. Можно было сделать самодельную. Но я почему-то поленился. И вот братишка мне отдал. Я починил вот эту. Тут же на столе вы можете видеть вот эту вот лампу светодиодную. Внутри у нее есть аккумулятор. Мы ее купили бракованной. И мне пришлось ее модернизировать. При этом довольно-таки хорошее устройство получилось. Вот оно сенсорной кнопочкой управляется. Дает хороший белый свет. И в дополнение к лампам накаливания очень хорошо справляется. Кроме того, я закончил переделку этой лампы. И ранее она заряжалась через вот этот порт. Ну, то есть она и может заряжаться через этот порт. Но мы ее теперь заряжаем на подоконнике рядом с цветами. Вот смотрите, как я здесь просто-напросто разместил солнечную панель. И когда мы хотим заряжать эту лампу, сынка вперед ее просто вот так вот переворачивает и ставит на подоконник. И днем эта лампочка накапливает столько энергии, что вечером вполне может долго светиться. Вот испытывал очень долго она светится. На балконе у меня подзаряжается мой солнечный фонарик. Он самостоятельно накапливает энергию, потом светится. Сейчас посмотрим. За ночь что-нибудь накопил? Ну-ка. Накопил. Шучу, конечно. Он день провалялся и немножко зарядился. Зарядится полностью. Буду опять его испытывать. Он интересен. Ну, на балконе у меня сделано тоже освещение. Без изысков. Вот эта вот коробочка от детского пластилина. Вот здесь у меня выключатель. Так, давайте посмотрим. И внутри матрица стоит. Ну, мерцает, конечно, но для балкона потянет. Это лампочка типа софита. Вот и вмонтирована в этот корпус. Там под пластиком разъем. Вот для балкона вполне достаточно хорошее освещение получает. После того, как я намучился со всякого рода светильниками, вот я перешел вот на такие лампы. Она плоская. Хороший радиатор. Диоды у нее размещены по всему, по всему, по всему, по всей поверхности. Вот. Хорошо освещает туалет. Ну, можно в ванне использовать. В ванне я еще такую не применял. Вот. А раньше здесь, вот видно по разъему, была трубка. Ну, лампочка газоразрядная. И в конце концов перешел на такое вот освещение. Хотя я испытал тут разные лампочки. Но вот это показало себя лучше всего. Это на кухне. Я люблю вот такие вот иллюминаторы. Вот так он смотрится с деревянным оформлением. Сейчас включу. В нем переделанная лампа, с которой я снял рассеиватель. Вот. Сейчас там включена лампочка без рассеивателя. Я приближу. Я надеюсь, будет видно. Да, вот. Видно области света и тени. Там она проглядывает. Ну, сейчас она светит на пол этого, так сказать, на половину люстры. Посмотрим сейчас, что внутри. Вот. Внутренности выглядят вот таким вот образом. Стоит разобранная лампочка. Наклеен зеркальный скотч, чтобы отражало все хорошо. Но, думаю, ее тоже стоит разобрать и оставить только одну вот эту матрицу. Лампочка хорошая, мощная. Видите, по количеству светодиодов. Но вот когда стал переходить на светодиодные и лампы экономки, постоянно на кухне они перегревались, мерцали и я их менял. Вот какие бы они хорошие не были. Не предназначены они для того, чтобы ставить их в закрытые светильники. Поэтому вот на кухне у меня такое решение. И это решение уже живет достаточно долго. А это такой же светильник у меня в комнате. Здесь я уже полностью отказался от корпуса у лампочки и оставил только одну матрицу. Он равномерно освещает весь рассеиватель светильника. Стал светиться ярче и, наверное, хорошо охлаждается, потому что больше мне его менять не пришлось. Сейчас покажу, что у него внутри. Внутри, как вы можете убедиться, оставил от лампы только матрицу. Ну, на ней еще остались, конечно, некоторые микросхемы. С тыльной стороны приделан резистор, ограничивающий немножко ток, но совсем немного. Резистор 1 килоом. Вот для этой лампочки. Лампочка 15 ватт потребления. Была. Сейчас потребляет немножко меньше, но светится при этом ярче, чем раньше в своем корпусе. Вот так вот я их переделал. Еще один переделанный светильник у меня над рабочим местом. Вот здесь. Ну, я уже плафончик снял. Куплена была вот эта вот лампа. Ну, по сути дела, эта лампа должна монтироваться на радиатор. Радиатор я отодрал от какого-то компьютера. Вот. И так как она сразу работать не смогла, эта лампа, я ограничил ее вот таким сопротивлением. Сопротивление 2,5 килоома. Вот. После этого лампочка стала работать нормально и работает уже, по-моему, года 3. Вот. У меня над рабочим местом освещает мне клавиатура. Так что вот как-то так, ребята. Надеюсь, мое повествование было достаточно информативным. И кто-нибудь для себя что-нибудь полезное и почерпнет. А я пока буду думать, как же мне снять ролик про вот этот вечно светящийся фонель, который заряжал я совсем недолго, а разрядить не могу уже вторые сутки.